Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы познакомитесь с историей появления всеми любимого сказочного персонажа Снегурочкой. Мы давно уже привыкли к ежегодному появлению этой сказочно прекрасной, вечно юной, веселой и бесконечно доброй русской девочки на новогодних торжествах и каждый раз с удовольствием скандируем. Сне, Гу, Рач, Ка. И даже трудно себе представить, что на наш зов может никто не откликнуться. В русском фольклоре образ Снегурочки фигурирует, как сделанная из снега девочка, которая жила. Сказки о Снегурочке были исследованы Александром Николаевичем Афанасьевым в его произведении «Поэтические воззрения славян на природу». Александр Николаевич Островский под влиянием идеи Александра Афанасьева пишет пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка предстает, как дождь мороза и весны. Ее губит не костер, а любовь, которую зажег в ее сердце ярила – солнце. Первая театральная постановка «Снегурочки» успехом не увенчалась, зато написанная в 1881 году Николаем Андреевичем Ревски-Корсаковым одноименная опера стала по-настоящему знаменитой. В 1968 году сказку экранизировали. Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил в работах педагогов конца XIX – начала XX века, которые готовили сценарий новогодних елок. Еще до революции фигурки Снегурочки вешались на елку. Девочки наряжались в костюм Снегурочки, участвовали в сценировках фрагментов и сказок пьесы. В то время в роли ведущей Снегурочка не выступала. Официальной спутницей Деда Мороза Снегурочка становится только в СССР в 30-е годы XX века. Именно тогда эти два персонажа становятся неизменными атрибутами новогодних торжеств и всегда появляются вместе. В период репрессий 1927-1935 годов Снегурочка вдруг пропала. Лирическая красивая история про Снегурочку многим понравилась. Известный меценат Савва Иванович Мамонтов захотел поставить спектакль на домашние сцены Абрамцевского кружка в Москве. Премьера состояла 6 января 1882 года. Эскизы для нее выполнил Виктор Михайлович Васнецов, а три года спустя художник делает новые эскизы уже для постановки Римского-Корсакова, созданная на основе пьесы Александра Николаевича Островского. К созданию внешнего образа Снегурочки имели отношения еще два известных художника. Михаил Александрович Врубель в 1898 году создал образ Снегурочки для декоративного панно в доме Морозова. В белой сотканной из снега и пуха одежде подбитой горностаем. Позднее в 1912 году свое видение Снегурочки представил Николай Константинович Рерих в «Меховой шубке», участвовавший в 1912 году в работе над драматическим спектаклем о Снегурочке в Петербурге. История о девушке из снега, пришедшей к людям, становилась все более популярной и очень хорошо вписывалась в программу городских рождественских елок. Свой современный вид образ Снегурочки получил в 1935 году в Советском Союзе после официального разрешения празднования Нового года. В книгах по организации новогодних елок этого периода Снегурочка выступает наравне с Дедом Морозом, как его внучка, посредник в общении между ним и детьми. В начале 1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые появились вместе на празднике елки в Московском Доме Союзов, главной елке Советского Союза. Любопытно, что в советских изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой, в виде девушки ее стали представлять позднее. В военный период Снегурочки вновь забыли. В качестве обязательной постоянной спутницы Деда Мороза она возродилась в 1950-х годах, благодаря усилиям детских классиков Льва Кассилия и Сергея Михалкова, которые писали сценарий для кремлевских елок. Дед Мороз и Снегурочка вошли в общественную жизнь страны, как обязательные атрибуты встречи наступающего Нового Года. Под Новый Год с Снегурочками часто работали студентки театральных вузов. В самодеятельных постановках на роль Снегурочек выбирали старших девочек и молодых женщин, чаще светловолосых. Если кто-нибудь захочет написать письмо или открытку Снегурочки, вот два адреса. Город Кострома, улица Ленина, дом 3 или улица Лагерная, дом 38. Для фильма «Снегурочка» у реки Мера была построена целая деревня Берендеев. Выбор места был не случайен. В этих краях Щелоково-Островский писал свою пьесу. После завершения съемок деревянные декорации были перенесены в Кострому, где возник парк Берендеевка. Кроме этого, в Костроме в 2008 году был построен терем Снегурочки, в котором она круглый год принимает гостей. Снегурочка – это уникальный фольклорный персонаж. Можно с уверенностью сказать, что Снегурочка – это бесценное достояние русской культуры и один из самых ярких символов Нового года. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok